Я Вадим Печерский, сегодня мы поговорим о теме Американское здравоохранение на основании моего личного опыта Кому интересно, оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал Понравится информация, почитайте ее полезной и интересной Поставьте нам лайк Итак, я продолжаю находиться под воздействием ковида А теперь у меня еще и осложнения появились Что и побудило меня записать этот видеоролик Я хочу поговорить об американской медицине Не делает меня экспертом в тот момент, что я столкнулся с американским здравоохранением Но тем не менее, я и делюсь своим личным, персональным, совершенно дилетантским опытом Я не могу сравнить медицину в России, Украине или в Мексике Потому что так же с ней не сталкивался Я родился, вырос и уехал из светлого, славного города Одесса Когда это был еще Советский Союз Я уехал 2 декабря 1989 года Я покинул Советский Союз Поэтому если у вас сложится впечатление, что я хочу вернуться в Советский Союз Или хочу его вернуть, да никогда в жизни, да в страшном сне Я не хочу ни туда, ни его Поэтому я уехал, имея в кармане 500 долларов, которые разрешались С обязательным потерей советского гражданства И двумя чемоданами максимально разрешено С чем можно было убежать в тот момент, когда Горбачев приоткрыл вот эту дверку Когда можно было оттуда слинять А с советской медициной, к сожалению, я начал сталкиваться с 13 лет И это то, о чем я могу говорить по-дилетантски, но экспертно В 13 лет я был диагностирован с гастритом А уже в 15 лет я был диагностирован с язвой двенадцатиперстной кишки И жил я в постоянных болях Не только осенью и весной, как обычно происходит обострение Себе на протяжении всего года больше или меньше А вот осенью и весной я регулярно находился в больницах То ли на обследовании, то ли в связи с ухудшением моего состояния И никаких лечений или помощи там получать было нечего или оно было неэффективным О каком обезболивании мы говорим, когда нам в зубной поликлинике нервы удаляли без наркоза Терпи-ка закатом, а нам будешь Вот это все, что говорил нам дежурный врач Так вот, я постоянно жил в болях Единственное, чем я спасался, спасение мое было заключено в книжке в Леве По-моему, искусство быть с собой Где он учил моментом ототренинга Ну, в принципе, как себя обмануть посредством того, что ты обманул свой мозг И единственное лечение, которое я получал Я брал у бабушки таблетку-ножку или даже половинку Глотал ее и рассказывал себе, как она проходит у меня с кровью И как она сейчас оздоравливает мой организм И как у меня утихает боль И через какое-то время этот самообман стал работать И это было единственное спасение Я регулярно находился в больнице Когда мне было 17 лет, зимой, перед Новым годом Мама, которая выросла сиротой И которая имеет сумасшедший жизненный напор И интуицию Как-то посмотрела, что со мной что-то как-то не так А я скрывал, что мне болит И запрещал меня спрашивать А тебе болит? Потому что все эти вопросы А тебе болит? Заставлял меня задуматься над этим вопросом А я его вынужден был от себя отгонять И я просил родителей, пожалуйста, не задавайте мне этот вопрос Я вам сам скажу, если у меня будут такие боли, что я не мог терпеть Боли были, но я их терпел Мама говорит, нет, нашла знакомых Договорилась, и мы поехали в город Днепропетровск Там был институт, региональный республиканский институт гастроэнтологии К очень известному профессору Которому она как-то через Одесский институт Филатова нашла путь Потому что мамин приятель в институте Филатова, окулист Спас зрение этому хирургу К которому мы ехали в Днепропетровск Который попросил об одолжении Вот, посмотрите, 17-летнего пацана Что-то он там мучается И вот приезжаем мы в город Днепропетровск У меня уже на Новый год планы обратно в Одессе Приехали мы на 2-3 дня И по результатам теста определяется Что меня нужно срочно госпитализировать и оперировать Потому что у меня не одна язва, а две И они зеркальные И они, то есть, друг напротив друга Две дырки И разделены очень тоненьким слоем ткани И эта ткань Все меньше и меньше этот слой И если будет прободение То есть, когда они соединяются Кровизлияние в желудок и смерть И вот меня там же оставляют в больнице На Новый год И ждем разрешения от Украинского Министерства Здравоохранения Потому что мне 17 лет Я несовершеннолетний И требуется операция Которая на тот момент была экспериментальна Это богатомия Это подрезка нервов Которые отвечают за поступление По-моему, кислоты в желудок И в двенадцатиперстную кишку Я нахожусь в палате смертников Именно так в этом госпитале Называлась эта палата Эта палата на 10 человек Где все, обычно все, кроме меня Были бывшие заключенные Но урки по-простому Которые находились в различной степени Предсмертного состояния Это цирроз печени Там еще какие-то болезни Там был цирроз печени И эти люди согласились На различного рода экспериментальные операции Чтобы получить какое-то вознаграждение Для семьи Поскольку дни их были в принципе сочтены И появилась надежда Может быть в результате Этой экспериментальной операции Или выжить А если не удастся То семья получит какое-то вознаграждение И вот я Сначала они посчитали Все эти расписные уркоганы Что я какой-то мажор Потому что я стал 11-й кроватью В 10-ти местной палате А мою кровать поставили так Что дверь не могла закрываться Но они очень быстро осознали Плюс того, что я оказался в этой палате Хотя я не был никим мажором А плюс заключался в том Что все находящиеся там люди Испытывали жуткие боли То ли до операции То ли после операционного момента Но они испытывали жуткие боли Никаких там звоночков Кнопочек вызова медсестры не существовал Медсестру можно было просто позвать диким криком А там огромный коридор Палата находится в самом конце Потому что палата смертников Чтобы не расстраивать тех У кого надежда есть И можно было как-то хоть докричаться А дверь на ночь закрывалась А вот с моей кроватью Дверь не закрывалась И шансы докричаться были намного больше То есть если даже и медсестра не слышала То соседние палаты Которые не могли спать Из-за душераздирающих крика по помощи Они как бы этот крик передавали уже К медсестринскому вот этому месту Где она там сидела и очень часто спала И я там конечно повзрослел И повзрослел я именно там Юность детства закончилась именно в этой палате Потому что ты находишься в боли Ты находишься в таком состоянии В котором не дай бог Находиться никому перед Новым Годом И с той компанией В которой я никогда никому не пожелаю Находиться никогда Особенно в предновогодние праздники Которые у меня в Одессе Уже были запланированы Как весело проведенное время Со своими друзьями Повзрослел я еще потому что Я увидел человеческое горе Человеческую драму Ну и сам находился в этом состоянии Где на мне просто умирали люди То есть люди которые не могли докричаться Как-то пытались по кроватям Дойти до коридора В надежде добраться до медсестры А поскольку моя кровать была последней То очень часто дважды на мне умирали люди При том что когда они на меня падали Они извергали на меня Свои внутренние органы Что конечно заставило меня Повзрослеть достаточно быстро Весь этот пережитый опыт Но я не мог получить разрешение На проведение операции Потому что несовершеннолетняя И мама тогда все бросила И поехала 3 января Как вы посчитали Ну праздники уже закончились В принципе уже пора выходить на работу Она поехала в Киев И моя мама очень пробивной человек Который просто возьмет Любого министра за шкуру И вытрясет из него Что она хочет Если ее не убьют То сделают то что она требует Так было всю жизнь И вот мама через 3 дня Вернулась с разрешением Где министерство здравоохранения Дало разрешение мне 17-летнему на проведение операции Которая была проведена 7 января И чтобы царство небесное Земля пухом этому хирургу Который лишил меня На долгое-долгое время Лишил меня ощущение Вот этой боли Которую он спас меня Он дал мне вторую жизнь И 7 января Рождество Я без ложной скромности Отмечаю как свой день рождения И этому хирургу Я благодарен Вся наша семья благодарна Мы сколько жили На тот момент в Советском Союзе Каждый год На Новый год На его день рождения На мой второй день рождения Мы посылали подарки А мы уехали Даже когда в эмиграцию Мы это не забыли Мы посылали Передавали деньги Подарки Потому что человек Подарил мне вторую жизнь И вот эти люди Которые угрюмые Бывалые люди Они такую поддержку Дали мне и моей семье Моя операция должна была Продлиться час А продлилась 3 часа Потому что были осложнения Там закончился наркоз И мои родители ждали Все эти 3 часа В зоне ожидания И они Вот эти вот расписные Дни которых существуют люди После многих ходок в тюрьму Выходили Их поддерживали А когда меня провезли Именно они помогали мне То есть чтобы ты После операции Нельзя лежать А у тебя полостная операция У меня вот такой шов на животе Естественно Огромный И ты не можешь встать Это они меня заставляли Подниматься Чтобы я мог расхаживаться Они привязали мне полотенце Кровати Чтобы я мог вставать Они мне помогли Восстановиться Не говоря уже Ну я уже сказал О хирурге Который подарил мне Вторую жизнь И вот мы Эмигрировали 2 декабря 89 года Мы уехали из Одесса Как я сказал С чемоданом 500 долларов Без документов И попали Первый город В Америке Был город Нью-Йорк Где буквально В течение Двух или трех недель В уличной драке С портовиканцами Мне перебивают нос Ну ломают мне нос Перебивают Не помню Трещину что-то сделали Меня забирают в госпиталь Страховки нет Бедный Денег нет Меня везут в государственный госпиталь При Нью-Йоркском университете Студенты на таких Как я практиковались То есть они Просто кусок мяса Который приехал И вот они на последнем курсе Да Под руководством Там профессуры Они отрабатывали Свои навыки На вот таких Как я Которые не могли Себе позволить Адекватное Медицинское обслуживание Я мало что помню Что там было Ну я был под наркозом Под местным наркозом Я слышал Видел Но я старался Не видеть и не услышать Я видел этого студента Который с таким Зубилами С молотком Там что-то у меня долбит И вот что я запомнил Это как вдруг В какой-то момент Проходя между всеми столами К нам подходит Профессор И просто Начинает на него Орать Я английский Тогда знал Только плохие слова И все они там звучали Он на него орет Ну в тот же день Меня выписали Сказали что все нормально Значит все мне там Поремонтировали Все было хорошо И я переехал в Калифорнию Тут у меня в Калифорнию Где-то через полтора года Начинается так Что когда тепло У меня нос течет Когда холодно У меня нос течет Если я устал У меня нос течет То есть прошло еще Какое-то Ну я думаю Ну наверное такие особенности И последствия Мои травмы И уже как-то с этим жил Пока в какой-то момент Это стало невыносимым Я не пошел к доктору Который сделал рентген Залез туда камеры И сообщает мне Ну вот что мне просто С чертовой матери Почти на 90% Удалили носовую перегородку То есть я студент Который долбил Он долбился до того Что у меня носовой перегородки На тот момент Осталось 10% А поскольку прошло уже Тот срок Где я мог подавать Против этого Уже тогда я был уже Грамотный И опытный Я уже заинтересовался Могу ли я подать Иск на компенсацию Ущерба Который был мне нанесен Ну оказалось Что по срока давности Этот ущерб Я не могу требовать Компенсации Ну вот так вот Я и сопливыми живу Грубо говоря Ну мягко выражаясь А вот сейчас Я съездил в Мексику Прекрасно привел время И возвращаясь обратно В день возвращения Это было воскресенье Я чувствую уже в аэропорту Недомогание Температура Я чувствую Что мне просто плохо У меня начинает душить И я понимаю Что я заболел Ну как человек ответственный Я не хочу Чтобы ни я Ни люди не болели Даже там легкой простудой Я лечу в маске Кто летел Заложенным носом Ушами Больной в самолете Тот меня поймет Особенно при посадке Это невыносимая Боль в ушах То есть У тебя такое впечатление Что в два уха Всовываю тебе шило Пережил я это Прилетаю в воскресенье Я в Лос-Анджелес Ну и иду Служба, которая по воскресеньям работает Делает мне диагностику У меня ковид Ну и хрен с ним В понедельник Я звоню доктору Сообщаю Что у меня ковид А здесь уже на протяжении Двух или трех лет Я не хочу называть лекарства Но при ковиде Дает лекарство Ну это антибиотик Принимаю его 3-4 дня Там такая доза слоновая 30 таблеток У тебя это все проходит И я понимаю Что все доктораты Его дают И он на всех Кого я знаю Он прекрасно работает Я звоню доктору Прихожу на прием Мне говорят Ну все понятно У тебя ковид И выписывай мне лекарства Я же прекрасно понимаю Что другого лекарства Мне выписывать не может Это может быть только Вот это именно оно И я его начинаю принимать И на пятый день Мне становится лучше Я прихожу к доктору Говорит Как ты себя чувствуешь? Я говорю Гораздо лучше Делаю тест Ковида нет Он говорит Все, можешь гулять Ну и я начал гулять То есть я прилежал В воскресенье, понедельник В вторник, среда, четверг В пятницу я пошел уже на работу В пятницу вечером Я пошел уже в ресторан Я уже танцевал В субботу Пляж И активные спортивные игры В воскресенье я слег опять Вот опять я слег И я лежу Лежу понедельник, вторник В среду Иду проверяюсь Ковида нет И я обещал своей дочке И ее подруге Которая ее лучшая подруга Это дочка моего лучшего друга Еще наши родители Дружили со школьной семьи Потом мы начали дружить А теперь наши дочери дружат Понимаете? Вот вообще вот это вот Я обещал съездить с ними В Майами У меня там офис И после окончания школы Перед поступлением в колледж Сделать им вот этот подарок На 4 дня в Майами И тут меня, значит, колбасит Я иду к доктору Доктор, да нормально Я тебе не рекомендую лететь Потому что с ушами будет просто У тебя все заложено Будет у тебя ужасная боль Ну у тебя ковида нет Ты не заразный Моешь лететь Ты все пропил Видимо это остаточное явление Ну я лечу Да, я плакал при посадке Два дня я лежал в гостинице К врачам не обращался На третий день мне стало лучше Девочки там тусят гуляют Я на пляже в бассейне В общем пассивно выздоравливаю Все нормально Возвращаемся мы В Лос-Анджелесе Пришел на работу А мне все плохо А мне все плохо А мне ничего лучше не становится Оно становится лучше Потому что оно становится мне хуже Я дошел до того Что у меня кашель У меня все забито То есть лучше не остановится Я иду Есть такое У нас называется Как бы Служба срочной помощи Но это не экстренная помощь Это медицинский офис Который более оборудован Где тебе могут сразу сделать рентген Тебе могут сделать Большинство тестов Моментально все при тебе В общем иду я туда Потому что мне просто Ну вот мне плохо Мне задают вопросы Антивиодчики пил Пил Мне делают рентген Говорят что Пневмонии нет Легкие чистые Ну вот у тебя Такой остаточный ковид Потому что ты его Не вылежал В общем он у тебя В системе есть Ты уже не заразный Но все симптомы у тебя Такие же Поэтому иди Вася И лежи дома И пей теплое Тебе нужен покой И теплое Ну хорошо Лежу дома День Лежу два Думаю Ну е-мое Ну лучше это не становится Я болел уже ковидом Я понимаю Что это в принципе Немножко тяжелее чем грипп Ну иду еще к одному доктору Который мне рекомендовали Вот на этом докторе Я понял вообще Что со мной Как с морской свинкой Произошло А пришло следующее Что доктор Которым я пришел Первоначально Он выписал мне Не то лекарство Которое помогает От ковида Бронхите То есть его ход мысли Как он мне потом объяснил Ну ковид не лечится Ну чего тебя Дважды тыкать Антибиотики Потому что есть Большая вероятность Что ковид Пройдет в бронхит Поэтому я тебе сразу дал Антибиотики от бронхита А должен был дать Не антибиотики от ковида А поскольку Я пил антибиотики от бронхита Который нихрена Мне и не помог То в последующем Мой ковид Перешел в острый Бактериальный бронхит И пойдя к доктору Который это определил Просто прослушав меня Говорит Да у тебя там все хрипит И свистит Говорит Тебя в предыдущем Медицинском центре Вообще слушали Я говорю Никто меня не слушал Не прослушивая Этим эндоскопом Сделали рентген Сказали легкий и чистый Говорит Да у тебя в запущенной форме Бронхит Немедленно антибиотики И сейчас Я по второму кругу Пью те же самые антибиотики Которые я пропил Первый раз Которые помогли мне Как зайцу Стоп-сигнал Теперь я пью Это для бронхита Вот ребята Сходил к доктору У меня очень хорошая страховка Причем что надо сказать Что с 20-го где-то года Может даже раньше Нет в США Хорошей медицинской страховки Она не существует То есть их просто нет У меня самая лучшая Из плохих страховок Вот так можно охарактеризовать Наличие моего страхового полюса Многие врачи Отказываются брать страховки Потому что еще надо Со страховой компанией Выбить деньги Сегодня Наверное больше 60% врачей В Лос-Анджелесе Берут наличные Там чек Кредитную карточку Но не хотят брать страховку Они тебе выдают квитанцию За лечение И говорят Иди И сам добивайся деньги От страховой компании Как компенсация Оплаченной тобой Медицинской помощи Потому что Многие вынуждены держать Целый персонал Целый департамент Состоящий в зависимости От количества клиники Людей Которые занимаются Ничем другим Как выбивание денег Из страховой компании Поэтому вот Где мы сейчас находимся К сожалению Сейчас Мама очень близкая Моей подруге С которой мы 30 лет дружим Находится в самом лучшем В Библи Хиллс Находящемся госпитале В Лос-Анджелесе Это по-моему Один из лучших госпиталей В мире Называется Сиджер Сайнай Очень многие приезжают сюда Рожать Этот госпиталь Известен своими Изысканиями Научными работами Он очень крутой госпиталь Но ничего круче У нас в Лос-Анджелесе Нет Я думаю Я думаю Он по-моему Пятый или шестой В США Я давно не смотрел Статистику Ну Это самый крутой госпиталь Ребят Ну вот Реальная правда жизни Она грустная правда жизни В каком бы крутом госпитале Ты не был Ты не можешь Оставлять там Свою маму Себя Без того Чтобы кто-то Адекватный Не наблюдал Не за тобой А за работой Медперсонала Потому что Если ты попадаешь В госпиталь В Америке Я говорю это на примере У меня папа К сожалению Уже покойный В 20-м году Он умер Среди первых От коронавируса Я все это видел Своими глазами Ну то что мог видеть Потому что с коронавирусом Меня уже в госпиталь Не пускали Если ты Не заставляешь Делать те вещи Которые они должны делать Они не будут это делать Это связано с чем угодно Не потому что Это плохой персонал Потому что На одного медсестру Может быть 20 больных И она физически не успевает Но это также связано Еще и действительно С отношением людей Моя бывшая жена Это последний наверное пример Но он такой яркий Она когда Я ее привез в США Так как я начал Иммиграционную карьеру Я свою девушку Не мог привезти Три года Меня обманывали Все адвокаты В Лос-Анджелесе Пока я сам Не поменял специальность Ее не привез Она сюда не приехала И вот ее первое Образование Специальность в США Был специалист по кислороду То есть все что касается Работы кислорода Это госпитали Это клиники Там всякие Пластические хирургии Это салоны красоты Все что касается доступа к кислородам Это ее специальность И вот она проходила практику В одном из госпиталей Где к ней был представлен Ее наставник И вот она приходила домой То есть она плакала Она рыдала Что она не может В конце концов Она не смогла Вот как он ее учил Обслуживать пациентов Он ей говорил так У тебя три этажа Которые ты должна обслужить То есть ты должна Поменять фильтры В кислородных этих всех Каких-то там аппаратах И у тебя такое-то количество Пациентов Твой рабочий день Математически не позволяет Поменять это всем Поэтому ты должна Принимать выбор Кому ты меняешь Кому ты не меняешь И как этот выбор Надо принимать Если ты видишь Что И он ей показал кто Вот к этому никто не приходит Этого никто не навещает Поэтому этот овощ На них можно Обращать внимание Им ты фильтр меняешь так Он вытаскивает фильтр Из кислорода Вот этого прибора И рядом стоящее ведро Просто постучал То есть тряхнул с него пыль И засовывает обратно По процедуре Ты должен его забрать Положить в специальный мешок Распечатать новый мешок Засунуть Опломбировать И вот это вот Фильтр Который может работать Старый ты отдаешь В отдел технической поддержки Они его там моют Перебирают Дезинфицируют Запечатывают И вот это новый фильтр Ну вот она Через две недели Она говорит Я не могу Я не могу И вот Были заплачены деньги За год обучения Этой специальности Говорит Я просто не могу Какое же было мое удивление Когда мы где-то Через полгода Сидим Кушаем Смотрим новости Показывает ее госпиталь И крупным планом Лицо одного из сотрудников Этого госпиталя Она говорит Вот это же мой наставник Мы делаем грончик И тут сообщает Шерстову Это ее наставник Который был ее руководителем По практике Он Собственноручно Лишил жизни То ли 15 То ли 17 Пациентов В этом госпитале Просто перекрыв Им кислород Почему? Ну он посчитал Что к ним никто не ходит Они такие бедные Несчастные И он решил Облегчить их жизнь Тем Чтобы забрать ее Ну его там Признали невменяемым Я уже не помню Как это было Но вот это вот Такой вам случай Это конечно Экстремальный случай Ну вот такая у меня История с Я слава богу Не так часто Обращаюсь к врачам Но вот сейчас Опять пятница Я вышел на работу После недельной Лежки дома Весь заложенный Сейчас принимаю Антибиотики И только потому Что один мудак Выписал мне Неправильное Другой мудак Не послушал Мне легкий И я мудак Что всех их не проверил На предмет Правильности действий Поэтому в Америке Очень ценится Второе мнение Когда тебе что-то говорят Бухгалтер Адвокат Врач Донтист Ты идешь и получаешь Как минимум Второе мнение Чтобы подтвердить Или опровергнуть Первое Вот этим неприятным опытом Хотел с вами поделиться Будьте здоровы